Здравствуйте! Здравствуйте! Вы смотрите гайд.рф видео-версия в студии Сергея Гурентьев. Программа подготовлена при поддержке гипермаркета Айсберг. Хотите получить 10 тысяч рублей только в гипермаркете Айсберг с 11 по 31 декабря? Покупайте бытовую технику Samsung и LG и получайте подарочные сертификаты до 10 тысяч рублей. Новогодние подарки в гипермаркете Айсберг. Вначале краткий обзор основных тем. В Гае произошел пожар. В огне пострадали мать и дочь. Гайский ГОК выдал на гора 6 миллионов тонн руды. Полвека назад добывали в 25 раз меньше. Елка родом из СССР. В Гае работает праздничная выставка с историей. И на центральной площади зажгли главную красавицу. В Гае прошло торжественное открытие городской елки. Начнем с происшествия. Вечером 29 декабря в Гае произошел пожар. В двухэтажке по улице Октябрьской 107 вспыхнула одна из квартир. В результате происшествия в больницу были доставлены проживавшие в квартире 49-летняя мать и ее 26-летняя дочь. У первой диагностировали термические ожоги, у второй отравление продуктами горения. По предварительной информации, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем, сообщили представители Госпошнадзора. Как стало известно, у жильцов квартиры имелся долг за комуслуги порядка 200 тысяч рублей. Жилье было отрезано от электричества и газа. Помещение освещалось свечами. Это обстоятельство и могло стать причиной пожара. Сотрудники отдела надзорной деятельности обращаются к гайчанам с призывом соблюдать правила пожарной безопасности. Во время длительных новогодних праздников часто случаются трагические пожары. Как правило, происходят они из-за беспечности самих людей. В 2016 году гайчан ждет очередное повышение тарифов на коммунальные услуги. По итогам заключительного заседания Совета депутатов были приняты цифры, которые с 1 июля увидят в квитанциях гайчане. В среднем рост тарифов в ГАИ составил 3%. Народные избранники приняли новые тарифы по следующим коммунальным услугам – холодная вода, водоотведение и сбор и вывоз ТБО. Так, с 1 июля 2016 года плата за холодное водоснабжение составит 25 рублей 36 копеек за кубометр. Удорожание составит 76 копеек. Плата за водоотведение поднимется с 13,57 до 13,97. Тариф за сбор и вывоз ТБО составит 266 рублей 90 копеек при норме 1,42 кубометра на человека. К другим новостям. Подземный рудник Гайского ГОКа впервые выдал на гора 6 миллионов тонн руды, сообщает пресс-центр предприятия. Достичь этих показателей позволили проводимые реконструкции и модернизации производства. Главная цель стратегического проекта – увеличение мощности подземного рудника Гайского ГОКа до 7,5 миллионов тонн руды в год. В 2014 году был введен в работу ствол шахты «Новая», что позволило комбинату восполнять выбываемые мощности верхних горизонтов. В декабре текущего года по стволу шахты «Новая» было выдано 4 миллиона тонн руды. К слову, в начале 60-х годов прошлого века объем добычи руды в подземном руднике составлял порядка 200 тысяч тонн. У журналистов портала гай.рф уже стало традицией подводить информационные итоги. Весь год пользователи сайта гай.рф и телезрители вместе с нами следили за самыми важными событиями из жизни округа. Какие новости в 2015 году стали самыми запоминающимися? Наш город в этом году пережил серьезные политические перемены. В июне произошло знаковое событие. Город Гай объединили с Гайским районом и получилось новое муниципальное образование – Гайский городской округ. История Гайского района завершилась достаточно трагически. В свой день рождения, 20 апреля, ушел из жизни Николай Лушников, возглавлявший район на протяжении 5 лет. В сентябре прошли выборы в Совет депутатов. Избирательный округ впервые стал многомандатным. Город и район поделили на 7 участков, каждый из которых представляет 3 депутата. На депутатов же в этом году была возложена обязанность назначить главу Гайского городского округа. Законотворцы большинство голосов отдали за Олега Попунина. Бывший начальник подземного рудника комбината занял кресло номер 1 в округе. Смена статуса города и района повлекла за собой кадровые перестановки в аппарате администрации. Так сменились первые заместители руководителя. Серьезные изменения претерпела и система образования. С должности начальника отдела ушел Юрий Бусаров и занял пост директора школы номер 7. А вот бывший руководитель 7-й школы Виталий Трунелов ушел в Центр технического творчества. Возглавила система образования города Наталья Шпота. Сменилось руководство и в МУП ЖКХ. С октября предприятие возглавляет новотрайчанин Евгений Бобровский. Бывший директор предприятия Михаил Борисов занимает теперь должность главного инженера. Летом, в период аномальной жары, гачане заметили, что из их кранов вода идет с песком. Тогда коммунальщики попросили потерпеть, пока жара не спадет. Повышенное водопотребление стало причиной появления взвеси в воде. Роспотребнадзор взял пробу воды и признал ее пригодной для питья. Отметился 2015 год и трагическими событиями. Двое мужчин отравились суррогатным напитком виски. Несколько подобных случаев было зарегистрировано в области. В ГАИ продавца нелегального алкоголя задержали и возбудили уголовное дело. Своё несчастье произошло и в семье Денисовых. Их квартира загорелась, пока хозяев не было дома. Причина возгорания – упавшая лампадка. На беду откликнулись неравнодушные гаичане и оказали погорельцам посильную помощь. В сфере благоустройства главным событием можно считать реконструкцию бульвара. В августе была капитально отремонтирована стелла первопроход Самгая. Уложена плитка на центральной площади и зажгли спекинские фонари. Пешеходные переходы вблизи школ были оборудованы в соответствии с ГОСТом. Здесь появились металлические ограждения, резинокордовые неровности и светофоры Т7. К слову, сигнальные огни функционируют только у школы номер 10. Вопросы о подключении остальных решаются на уровне администрации. Большой детской площадкой могут похвастаться жильцы домов по улице Комсомольской 6 и 8. Теперь это самый благоустроенный двор с качелями, горками, футбольным и волейбольными площадками. Здесь нашел свое место игровой комплекс «Мельница», который долгое время приходил в состояние упадка на площади. Определилась в этом году и горка, которая первоначально стояла на центральной площади, позже за Дворцом культуры. Большой комплекс в октябре был отправлен в поселок Амекина. В этом году у Гайчан появился свой островок любви. В сквере у фонтана было установлено 4 арт-объекта. Часы для влюбленных, скамья любви, семьи и верности и лавочка для поцелуев. Если горожане сохранят объекты, то в будущем году их может стать больше. Из печальных итогов благоустройства – акция «Лес Победы». В нашем городе это мероприятие можно считать провальным. Посаженные перед 9 мая саженцы в Центральном парке остались без должного ухода, вследствие чего подавляющее число молодых деревьев погибли. Вопрос благоустройства дворов в этом году остался открытым. В администрации разработали схему, согласно которой следить за внутридомовой территорией должны жильцы. Чистить, убирать, подметать и тому подобное. Управляющие компании предложили тариф на эти услуги и провели опрос среди населения. Пока что новый тариф так и остался в форме опроса. И каковы его результаты, можно узнать в будущем году. Завершился судебный процесс над бывшим начальником отделовни ведомственной охраны Сергеем Шиняевым. Его обвиняли в превышении должностных полномочий. В сентябре ему был вынесен приговор – один год колонии-поселения. Сам подсудимый свою вину не признал, посчитав, что его оговорили потерпевшие, и уголовное дело сфальсифицировано. В этом году Гайский городской суд отметил свой 55-летний юбилей. По этому случаю прошло торжественное мероприятие в ЦД «Т-Радуга». Спустя несколько дней должность председателя суда покинул Михаил Елисеев. Он был назначен председателем Октябрьского районного суда города Орска. В настоящее время исполняет обязанности председателя Гайского городского суда Елена Карагодина. В последние дни уходящего года распахнул свои двери детский сад номер 4 «Солнышко». Дошкольное учреждение рассчитано на 115 малышей. Капитальный ремонт детского сада обошелся в 26 миллионов рублей. Еще 4 миллиона в рамках социального партнерства выделили УГМК и Гайский ГОК. Дата официального открытия садика пока неизвестна. Дети-сироты, которым положено жилье, не отметили новоселье в этом году. Стройка нового дома в 8 микрорайоне затянулась. Предполагалось, что уже к концу декабря будут сданы первые два подъезда. Однако из-за неразрешенного вопроса финансирования новоселье отложили до будущего года. Юбилейную дату 40 лет отметил в этом году завод по обработке цветных металлов. Заводчане были награждены почетными грамотами и благодарностями губернатора области. Получили звание «Заслуженный работник» и отмеченные благодарностью от главы округа. Февраль 2015 года был ознаменован ярким фестивалем «Мы, парни, комбината». Мероприятие в городе прошло впервые. Лучшим парнем предприятия был признан Андрей Наумов, работник шахтостроительного управления. Также впервые в Гае прошел фестиваль по мото-джимхане. Байкеры соревновались в фигурном вождении мотоциклов. Показать свое мастерство съехали свыше 25 участников из Орска, Новотроицка, Медногорска, Новоорска и даже Оренбурга. Мероприятие получилось шумным и по-настоящему зрелищным. Имя гайского певца Ильдара Абдулина прозвучало на большой сцене. Ильдар стал финалистом конкурса «Новая звезда» на телеканале «Звезда». Благодаря проекту гайский певец получил возможность пройти службу в элитном армейском хоре имени Александрова. Ильдар Абдулин и Регина Архипова впервые выступили в Гае с сольным концертом. Музыкальный батл – так назвали ребята свой концерт. Зрители услышали песни от рока до оперы. Уходящий 2015 год запомнился журналистом портала гай.рф, конкурсами которые мы проводили для гайчан. В мае прошел конкурс рисунков «Дети рисуют победу». Около 200 работ принесли в редакцию маленькие гайчане. Долгое время эти рисунки украшали наши стены. Пожалуй, самым масштабным в истории редакции стал конкурс «Моя молодая мама». Почти 300 фотографий получили мы на адрес электронной почты. Примечательно, что все фото – это архивные снимки, сделанные в далекие 50-60-е годы. Конкурс получился по-настоящему добрым и запоминающимся. На гайском рынке, секция номер 6, второй этаж, открылся новый отдел женской одежды. В большом ассортименте – платья, юбки, кофты, блузки, туники, толстовки. Размеры от 40 до 56. Качественно и недорого. Мы ждем вас! Норка от 42 тысяч, бобер от 25 тысяч, сурок от 40 тысяч, мутон от 20 тысяч рублей. Новое поступление «Меха». Магазин «Бриз», секция номер 1. Большой выбор платьев к Новому году. Рынок «Гайский», секция номер 16. Ритуальная служба «Вечная память», полный спектр услуг по захоронению, зал прощания, оформление документов, услуги катафалка, автобуса, бригады, а также облагораживание могил, изготовление мемориальных комплексов, памятников из мрамора и гранита. Медэвакуатор с бригадой в любое время суток бесплатно. Скидки инвалидам и пенсионерам. Вечная память. Орское шоссе 15. Телефон 5 0 5 0 0 0. Вы смотрите гай.рф. Видеоверсия. Мы продолжаем. Открытие городской елки состоялось на центральной площади 29 декабря. Многие гаячане стали зрителями красочного представления. А зрелище в этом году на сцене развернулось весьма и весьма. Неожиданным стало появление бабы-яги в сопровождении инспектора ГИБДД Вадима Ниянина. Сказочная злодейка торопилась на праздник и перешла в дорогу на красный сигнал светофора. Я заезжал даму, она нарушила правила дорожного движения. Перешла в дорогу на красный сигнал светофора. Да не видела я ваш светофор. Мне, Горынч, красным глазом моргнул. Я и побежала. Боялась совсем не успею. Чтобы зрители не замерзли в ожидании Деда Мороза, баба-яга поиграла со всеми в подвижные игры, покидалась снежками, а самых активных угостила сладкими призами. После этого эффектно на снегоходе появился главный волшебник Дед Мороз. С Новым Годом вас, ребята! Будьте счастливы, друзья! Гайский ГО к Новому Году готов. Каждое подразделение украсило свою территорию ледяными фигурами и праздничной иллюминацией. Предлагаем нашим телезрителям своими глазами увидеть елку из касок, снежную обезьяну, снеговика из шин и оценить мастерство работников предприятия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Окунуться в историю и увидеть, чем наряжали елку в Советском Союзе, стало возможным благодаря открытой выставке в Краеведческом музее. Каждый экспонат пропитан новогодним настроением. Экспозиция представлена праздничными открытками, игрушками и елочными украшениями, старыми лыжами, коньками, валенками. Создана инсталляция советского малыша, катающегося с горки. Коллекция, можно ее так назвать, она у нас складывалась на протяжении нескольких лет. Гайчане расставались своими сокровищами, передавали их в музей. Мы, наверное, прежде всего показываем, что Новый год – это всегда счастье, что это всегда праздник. И их бабушки, и их мамы, они тоже были малышами, и зайчиками, и снегурочками, и верили в чудеса. Нынешние школьники, рассматривая экспонаты, рассказывали, что старинные новогодние игрушки им очень понравились. Особенно по вкусу пришелся Дед Мороз из ваты. Мне понравились новогодние морозы и куклы, но они сделаны, как будто настоящие. Тут очень красиво и очень интересно. Взглянуть на новогоднюю сказку советских времен можно будет во время зимних каникул. Выставка продолжит свою работу до 8 января. Гайчане вместе со всей страной в эти дни активно готовятся к Новому году. По традиции, поздравлять друг друга мы начинаем уже заранее. С наилучшими пожеланиями к жителям округа обратился глава Олег Папунин. Уважаемые жители Гайского городского округа, этот год был для нас знаменателем тем, что произошло объединение двух территорий – города Гая и Гайского района. Наша семья стала намного больше. И подводя итоги уходящего года, наверное, мы с вами видим, что движение вперед продолжается. Мы достигли многого, предстоит нам еще больше. Хотелось бы, чтобы каждый из вас подвел итоги, поставил себе цели на будущее, чтобы они сбылись. Пожелать каждой семье жителя Гайского городского округа добра, счастья, семейного благополучия, исполнения намеченных целей. И хорошего праздника вам. С наступающим Новым Годом! Портал Гай.РФ поздравляет своих телезрителей с наступающим 2016 годом. Надеемся, что в Новом Году мы вместе с вами будем следить за городскими событиями. Желаем вам крепкого здоровья, успехов и благополучия. И, конечно же, пусть весь год с вами будет хорошее настроение. А помогут вам в этом Горилла и Дед Мороз, которых нам удалось застать на улице города. Однажды в студеную зимнюю пору я вышел из леса, был сильный мороз. Гляжу, поднимается в гору. Горилла! Здорово, парниша! Ступай себе мимо! Я вижу, ты больно грозен, как я посмотрю. Откуда сам будешь? Будь в джунгли везти, ма! Ты знаешь, наш год обезьяны уже на носу. Да знаю, все знаю, что год обезьяны. А я вот подарки везу детворе. А я вот тут елочку сювенирную принес. Поставлю детворе во двор. Будут развлекаться. Тебя с Новым Годом! Спасибо за это. Будь счастлив и бодр. Тебе не хворать. Ой, и тебе тоже не хворать. Пусть будет всем радость. Пусть будет веселье. Пусть будет всем счастье в Новом Году. Успехов всем пожелай. Желаю успехов в этом году. Желаю счастья в этом году, дорогие гайчане. С Новым Годом! Здорово, парниша! Здорово, парниша! В конце последнего выпуска в этом году о погоде. В ближайшие дни в Гайпасмурно возможен снег. Ветер с северо-восточный сильный до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 18, минус 22. Днем 16, 19 со знаком минус. В Айсберге 20 дней лучших цены новогодней подарки. Так с 11 по 31 декабря купите узкую стиральную машину Канди с загрузкой 5 кг и функцией экспресс-стирка всего за 13 777 рублей и получите мощный пылесос в подарок. Новогодние цены в гипермаркете Айсберг. Розетка и скрит? Нагрелся кабель? Это повод для серьезного беспокойства. Сотни людей остались без крови по вине самодельных обогревателей и неисправной проводки. Будьте бдительны, огонь не прощает беспечности. На этом наша программа завершается. Всего доброго, хороших вам новостей и до встречи в 2016. Старый друг лучше. Эта давняя поговорка не утрачивает своего смысла и по сей день. Деловые партнерские взаимоотношения, основанные на честном сотрудничестве, играют важную роль в создании и развитии любой деятельности, особенно предпринимательской. По этой причине мы так ценим взаимовыгодное и дружеское общение с редакцией портала ГАРФ. В работе любой коммерческой организации необходима грамотная и привлекательная реклама. В любом вопросе от так называемой имиджевой рекламы и до продвижения конкретных услуг нашего агентства мы всегда полагаемся на опыт и профессионализм сотрудников ГАРФ. Особенно радуют их креативные идеи, неформатное мышление и качественное исполнение задуманное. Уважаемый коллектив городского портала ГАИ.РФ, мы стали сотрудничать с вами с самого начала деятельности нашего агентства. За это время мы убедились как в вашем профессионализме, так и в вашей добропорядочности. В процессе нашего сотрудничества мы были приятно удивлены не только приемлемой ценовой политикой и качеством предоставляемых вами услуг, но и культурой вашего общения. Хочется пожелать в новом году вашему молодому, активному, позитивному коллективу дальнейших творческих успехов и отличного рабочего настроения.